Я директор зоопарка, поэтому кукла вот такая. Сегодня в КЗС без игрушек не пускали. Куклы, плюшевые медведи, лего, все это елка желаний. Депутаты исполняют мечты алтайских детей из детдомов и малоимущих семей. Это здорово, это замечательно, потому что когда в Новый год у кого-то есть возможность подарить подарок, а у кого-то есть прекрасная возможность получить то, что хочу мечтать. В интересах детей депутаты продолжили выступать уже в зале. Непростым вопросом сессии оказалось назначение Ольги Казанцевой, уполномоченной по правам ребенка в новой жизни института, уже не в рамках исполнительной власти. Новый этап развития института предполагает большую информационную открытость, публичное обсуждение доклада о положении детей в регионе. Для учета мнения детей будет функционировать детский общественный совет. Хорошая чиновница, у нее хороший отчет, она хорошо взаимодействует с органами исполнителями власти, но это совсем не про то, о чем мы сейчас говорим. Наша позиция такая, что на должности уполномоченного по правам ребенка, как и на федеральном уровне Анны Кузнецовой, должен находиться общественник, волонтер. Она уже понимает, что это не должность чиновника как такового, что это высший, но это и не должность человека, который строит свою деятельность только на эмоциях. Некоторые фракции не поддержали Казанцеву, укоряя ее в закрытости и принятии позиций госструктуру, но большинство одобрило ее назначение. Также депутаты прописали в краевом законе понятие социального предпринимательства. С апреля 2020-го такой бизнес начнут вносить в реестр, чтобы выделять поддержку. Внесли коррективы и в закон по обращению с животными. Уже с января муниципалитеты должны помещать животных без владельцев в приют и вакцинировать. Но приюты на Алтае есть лишь в городах, и из выделенных 16 миллионов освоены далеко не все. Давайте сегодня все деньги, которые у нас останутся, например, 10 миллионов, отдадим. Например, сегодня начнем с города Барнаула. Отдадим городу Барнаулу и наведем порядок в городе Барнауле. В следующем году берем следующий. Над этим предложением депутаты подумают уже в следующем году. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.